М-м-м-м Всем привет, это Маша! Только что наступил апрель, у меня отличное настроение и погода... Да нет, погода погода погодит хреновая, но я надеюсь, что скоро-скоро потеплеет и скоро мы все будем ходить вот так вот по улице и наслаждаться жизнью И да, сегодня необычный выпуск, потому что я спросила вас в инстаграме Какое видео вы хотите, чтобы я сняла? И там было очень много классных ответов И один из них был СМИ, что нового с тобой произошло за последнее время И я решила, почему бы и нет? Так что да, я открываю новую рубрику, которая называется Интересный март Потому что в этой рубрике я буду рассказывать все, что произошло в марте В следующий раз она будет называться Интересный апрель И я буду рассказывать обо всем, что произошло в апреле И начнем, наверное, с того, что мне в комментарии очень много написало Покажи свою комнату, сделай рум-тур, сделай рум-тур Я думаю, ребята, я вам показала комнату Но мы собираемся в ней делать ремонт И мы уже начали подбирать цвет стен Начали смотреть мебель Я хочу сделать комнату в каком-то таком стиле То есть это будут нежные цвета, что-то белое, серое И меня очень приличают такие серые стены И вообще в последнее время я очень часто думаю о ремонте Я смотрю разные картинки в пабликах И так как моя комната теперь девственно чистая на все идеи Я решила, что вы мне можете помочь Я создала запись на стене ВКонтакте Где вы можете кидать всякие свои идеи по поводу ремонта По поводу цвета стен, по поводу кровати и так далее Может быть, как выглядит ваша комната В любом случае, мне будет очень интересно посмотреть, что вы думаете по этому поводу Так что кидайте свои идеи сюда И уже после ремонта я сделаю рум-тур Следующее, наверное, о чем я хочу рассказать Это концерт Little Big, на котором мы ходили с Катей Я не знаю, сколько там было блогеров Но после этого все пошли в кафе Я, правда, не пошла, потому что у меня не было голоса И, как мне сказали, там где-то было 40 человек Вы представляете себе, 40 блогеров из разных городов Просто собрались все вместе в кафе Концерт был очень классный Это настоящее шоу Все, кто видели, все говорят Офигенно Мы были с Катей на втором этаже Типа вип Это было очень странно, потому что я никогда не была в вип-зоне А тут мы сидели сверху и смотрели на всех Но потом я поняла, что, в принципе, это хорошо Потому что, ё-моё, внизу творилось просто что-то В любом случае, мне очень понравилось Кроме этого, я была на презентации от Шварцком И, знаете, это было так странно Потому что я первый раз в жизни была на какой-то закрытой вечеринке Или в каком-то закрытом показе И я вообще не знала, как себя вести Как нужно общаться с людьми Поэтому я просто ходила и ела Да, там было очень много вкусной еды И мы без конца думали Ммм, может быть, взять еще каких-нибудь закусок Ну ладно, если говорить серьезно То там был показ причесок То есть каждая девушка очень худая девушка выходила С какой-то красивой прической на голове И все, вы представляете, у каждой девушки был только один выход А причесок было Получается, что там было моделей 100 Я не знаю И нам подарили вот такие огромные коробени Со всякой всячиной Правда, я бабушке сказала, что это вообще ей передали Потише Вот такая красивая коробка Правда, я ее всю заляпала И она очень тяжелая Так что сейчас я вам тихо расскажу, что в ней находится И не просто так Итак, в этой большой коробке набор Omega Repair В котором есть краска, но она мне не нужна Дальше есть спрей И он, правда, тоже мне не нужен Но это очень интересная вещь Он осветляет волосы просто, когда ты его распыляешь Так что, если у вас отрастают волосы Его можно распылять на корни Масло и, внимание, BB-крем для волос Это вообще инновация по уходу за волосами Также тут есть шампунь, бальзам, маска И самое главное Настоящая жемчужина Причем на серебряной цепочке Знаете, почему я все это вам рассказывала? Потому что я хочу... Мои плечи Потому что я хочу сделать конкурс И разыграть 5 таких коробей Плюс еще 10 BB-кремов Я знаю, что я говорила, что я больше не буду делать конкурсы Но, бог мой, у меня 6 коробок Вот этого всего И хранить это просто у себя дома и чахнуть над этим Очень странно Поэтому, если хотите, чтобы такая коробка пришла к вам домой Первое, вы должны быть моим подписчиком И второе, вы должны сделать репост этого видео С моей группы ВКонтакте Ссылка в описании Не знаю, будет ли влиять количество лайков на победе Скорее всего, нет Я думаю, что все знают про этот журнал Потому что тут одна особа на обложке Которая... В любом случае, я не могу не похвалиться этим журналом Потому что я похвалилась уже всем Даже нашей соседке, да и с Аркадиной Так что вам не похвалиться Это вообще будет очень странно В этом журнале есть мои интервью О, у меня брони интервью И в этом журнале есть мой мастер-класс Который, я думаю, будет вам полезен И после этого я решила сразу сделать видео по красным губам Так что очень скоро вас ждет видео по красным губам И кроме того, с Эльгиол мы планируем снять мастер-классы для макияжа на выпускной Я думаю, это будет несколько видео И они, скорее всего, будут на сайте Эльгиол И, скорее всего, снимать их буду не я А какой-нибудь профессиональный фотограф Какой-нибудь дядечка Так что эти видео, я надеюсь, они будут очень красивыми И следующая вещь, это точнее нет Я извиняюсь, у меня просто браслеты шумят Я уже не могу Вот, ты виновник Очень, кстати, красивый браслет Я купила его в Испании Но шумит невозможно Если у меня спросите Какое это ощущение, что ты находишься в журнале И журнал своим лицом продается То я не знаю Мне самой все время было интересно Каково это путь в журнале Каково это видеть себя в телевизоре То есть ты собой, естественно, гордишься Ты, естественно, рад Ты хочешь показать журнал всем Я подходила к киоску и просила мне дать журнал И мне прямо хотелось сказать продавщице Я там есть Я в этом журнале Я Но в итоге у тебя нет какого-то специфического ощущения То есть ты такой же обыкновенный человек, как и все Ну напечатали я тебя в журнале Ну показали тебя по телеку Еще что-нибудь Нет ничего Ты чувствуешь себя совершенно обыкновенным человеком Дальше я хочу поговорить о том, как я бесполезно трачу деньги Да, я купила это все, что вы увидите перед собой Я просто не смогла устоять перед таким дизайном Эта ферма называется Santora London И они делают такие милые вещи Они вроде бы готичные, но в то же время такие няшные, что я уже жалею, что мне не 8 лет И я купила термос Я купила кружку Я купила кошелек Я купила шкатулку с открытками Да, это именно шкатулка И к каждой открытке еще прилагается такой милый конвертик Купила набор стикеров Опять же очень крутых И еще несколько ланчбоксов В общем, я не знаю, кто дизайнер этой фирмы Но я почти уверена, что он продал душу дьяволу Потому что я хочу купить все При том, что половина вещей мне совершенно не нужна Но если вы мне скажете, что вам не нравится эта кружка Или вот этот чехол То у вас просто нет души Кроме того, что я болела весь март И до сих пор я пью горячее молоко Потому что мое горло хрипит Я еще тайком ходила в бассейн И не спрашивайте меня, зачем я это делала Я сама не знаю Мне просто так понравилось плавать Что наступила весна Катя пошла в спортзал Я теперь хожу в бассейн Ну и кроме того, я купила абонемент на 20 посещений Не знаю, о чем я думала Как можно ходить 20 раз за месяц Естественно, Машу жаба душила Потому что я отходила раза 4 И все остальные 16 посещений у меня лежат И я такая Так что да Если вы увидите в бассейне вдруг какого-то монстра В такой резиновой шапке То это могу быть я Потому что, может быть, мы с вами ходим в один и тот же бассейн Кроме того, я этот месяц сижу на сайте Йоклас и страдаю там какой-то Но мне действительно нравится читать ваши ответы на вопросы Смотреть всякие ваши картинки, подарки И да, я выбрала первого победителя И это оказался Джесси Пинкман Я знаю, как это убого Смотреть сначала все ответы Все картинки, все подарки А потом выбрать мальчика только потому, что у него на аватарке Аарон Пол Не, ну у него были хорошие ответы А теперь я начала следующий круг И поставила туда тематику музыка Это была самая большая ошибка Никогда не ставьте такую тематику, потому что там какие-то сумасшедшие задания Нарисовать Моцарта у себя на груди и выложить это в интернет Кто вообще придумал такое? Если говорить об интернете, то у меня наконец-то появился новый баннер на канале И сделала мне его очень хорошая моя подписчица Не знаю, как вам, а мне он так нравится Я даже запилила его к себе в контакт Кстати, меня часто спрашивают и друзья мои спрашивают, как сделать такой фон На самом деле это очень просто Нужно только скачивать специальный браузер Он почти такой же, как Хром Но там есть такие специальные темы для контакта Правда, Маша не мейнстрим, поэтому я все время пользуюсь конструктором То есть я все время там подбираю сама цвета Ставлю фон Например, из моего серого контакта можно легко сделать синий контакт Как вы думаете, кто у меня был до этого? Естественно Так что я могу оставить ссылку на браузер В принципе, вы можете и так забить в интернете А, кстати, у него сбоку есть чат для всех социальных сетей То есть это просто чат, можно делать свои дела И одновременно общаться со всеми и вконтакте, и в фейсбуке, и так далее Мне Лориаль прислали вот такому корабель Такую огромную коробку Причем прислали они ее молча Я не знаю, откуда у них мой адрес И на этой коробке, как я понимаю, Дженнифер Лопес И какая-то еще женщина Я не знаю, кто это такая Кто это такая Все, я перестаю быть глупой В общем, в этой коробке находится Диск, который только что упал И плюс к этому находятся Четыре тональных крема Так, о подарках мы говорим только хорошие И мне на самом деле очень нравится крема от Лориаль Но, как по мне, они темные Если смотреть по палитре, все оттенки очень светлые И моя рука темнее вообще всех оттенков Но потом, когда ты начинаешь их сравнивать с тональным кремом Не знаю, по-моему, невооруженным взглядом Видно, что крем намного темнее палитры, к которой он относится Причем, когда ты наносишь на руку То вообще получается такой рыжий оттенок Но, ребят, если вы будете их покупать Обязательно пробуйте их на себе Потому что, как мне кажется, палитра вообще очень отличается Кстати, я до сих пор не знаю, что там на диске Никогда не смотрела диски от всяких рекламных фирм Мне кажется, там какая-то глупость Ну, типа, рекламного видео или еще что-то Ну, явно не клипы Эммины Майли туда вставляют Я даже не знаю, что вам рассказать еще Потому что я начала рассказывать про месяц Марта И поняла, что он мне не был таким уж интересным Так что, да, такой вот был интересный Март Если вам понравилось, то ставьте лайк Я сама понимаю, что месяц у меня получился очень домашний Потому что перед этим я постоянно куда-то ездила Кстати, да, я чуть не забыла Я хочу уже открыть секрет Вас ждет новый влог И этот влог будет из Германии Дело в том, что Равента Отправили меня в Германию на три дня И все три дня я снимала видео Поэтому я хочу смонтировать очень классный влог И рассказать вам, что я делала в Германии Как там красиво, какие там традиции Какие там порядки, какие там люди Некрасивые, некрасивые Да, скоро будет влог из Германии Вот о чем я хотела сказать И все, спасибо, что смотрели Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok